проезжаем поселок н.м. это перед краснодаром получается через полчаса будет краснодар но такая уже горная местность закончилась здесь уже степи лесочки вон там какие-то еще есть вдалеке но тоже смотрите все цветет уже конечно пальм здесь уже все пальм уже нету трава зеленая вишни яблони что тут еще вот это вот все все уже тоже цветет юг юг еще не закончился сальск будем проезжать вот там после сальска уже заканчивается волгоград после сальска будет там уже все конечно там уже будет совсем другая история а тут вообще все в цвету прямо прям вообще друзья смотрите прям сады какие-то вон там за дорогой тоже все в цвету ну непонятно дичкой это все наверное цветет вдоль дорог яблоновский или яблоновский как там правильно или кому как нравится перед самым краснодаром но здесь мы по-моему не стоим считается одним из самых таких пригородов хороших краснодара но тоже деревня там многоэтажки видать есть частный сектор в основном частный сектор конечно тоже станция кубань станция так называется потому что вот сейчас будем мы пересекать реку кубань буквально где-то должна быть она то есть этот яблоновский он с одной стороны реки краснодар по другую сторону вот она и река кубань у нас мост автомобильный так вот здесь это все выглядит сейчас мы окажемся в краснодаре пасмурно жаль что пасмурно вот день конечно но как день вечер 6 вечера сейчас 6 вечера мы проезжаем краснодар сколько раз мы ездили на поезде из красноярска в анапу ездили и так ну да и до сочи ездили на поезде мы почему-то все время ночью проезжали краснодар и никогда не удавалось его посмотреть по пути поезда вот все время темно было ну вот обратно из адлера мы первый раз едем поездом сейчас одним глазком глянем город краснодар ну равнина опять таки да равнина вот трамвайчик пошел красота какая обожаю трамвайчики офицентар что город конгород как все обычные города все другие города россия бы так сказала юг конечно но но не сочи не сочи не адлер пальм нету ничего такого красивого цветущего нету я не вижу дома самые обычные дома вот это мы проезжаем вдоль улицы суворова получается ой какие трамваи прикольно как ну знаете чем-то красноярск мне напоминает кстати вот тоже там трамвайчики такие но не такие конечно конечно не такие что то есть общее 3 3 4 этажные дома кустарники вот эти вот деревья кустарниковая конечно парк здесь очень знаменитый красивые галицкого или галицкого вот говорят очень красивый как-нибудь мы его посетим я думаю когда вернемся сюда дела сделаем свои в сибири вернемся на юг и как раз будет уже что посмотреть будет зелено красиво тепло хорошо сами посмотрим и вам покажем ну вот еще немножко поснимаю пока где мы тут едем по краснодару наверно может быть даже в отдельный в отдельный ролик я это для краснодара выделю отдельный ролик ну вот так вот проездом краснодара с поезда а мы же 40 минут тут еще стоять будем вон там собор какой-то виднеется на видим очень плохо видно купол до 40 минут будем стоять но выйдем посмотрим еще что там на вокзале гаражи подъехали к станции краснодар блин вокзал с той стороны не знаю а он с этой стороны двери и откроет видимо сейчас федя оденется и мы пойдем погуляем полчаса чтоб нам не сидеть штурки в обычных куб и штурки 20 с лишним вагонов в этом поезде нынче у нас обычно 89 а тут тоже капец какой-то как длинный ну вот такой вокзал краснодара чё побежали скорее федя мокро капы а все не сходили не сходим и сейчас поезд перегородит это ладно обычно купе покажу пока никого нету здесь такой узенький прям проходик как обычные плацкарты только с дверкой получается федя захотел посмотреть вагон ресторан иди 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 сейчас я меню посмотрю это меню федя а что давай посмотрим что здесь предлагают бизнес так специальные наборы блюд завтрак завтрак так друзья это волгоград такие здесь трамвайчики старого образца так скажем кругленькие подъезжаем к вокзалу волгограда полчаса будем здесь стоять дамы в таком виде так уже ну почти как в сочи красиво фонтан не работает но посмотреть можно все равно ой погода шикарная вообще слушайте утро крокодил вокруг крокодила пляж это все еще волгоград самый обычный город россии мне кажется ничем не отличается от других городов вон вон видишь памятник родина мать волгоград сейчас попробуем ее лицом снять когда мы с тобой в прошлом году ехали они в прошлом девятнадцатом она была вся вот так закрыта сетка обтянута реконструкция видимо было вот было видно что она стоит начало нашего поезда видно больше 20 вагонов это какой-то капец гигантский просто поезд просто гигантский вот это память кстати ты знаешь что есть еще больше памяти ну есть конечно ну там что-то держало блин провода эти конечно вот видно его мне кажется его как-то ближе что ли переставили немножко в другое место ну емае так сейчас тут видно будет ну да вот что так это